Здравствуйте, друзья! Сегодня я попробую вам рассказать свое мнение о том, как следует выбирать акустические системы. Если коротко, я могу дать два совета. Первое, не пытайтесь покупкой подменить любовь к музыке, к той или иной музыке. И второе, это по знакомству, по рекомендации, получается хуже и дороже. Но обо всем по порядку. Первая теза это о том, что покупка не решит проблем, не сделает вас более продвинутым, не даст вам больше удовольствия. Но это касается, например, покупки музыкального инструмента. То есть, если вы думаете, что вы купите скрипку с Традивари, и из вас получится великий скрипач, то нет, не получится. То же самое с колонками. Я знал очень богатых людей, я делал колонки из натурального мрамора. Для моих дорогих, как я их называю, заказчиков. И приходилось бывать в приличных интерьерах. Мало кто из них вообще понимал, о чем идет речь. Когда было звучание, когда был подбор музыки, расстановки акустических систем, выбор излучателей и так далее. Излучателей, конечно, им не надо было знать. Просто когда я пытался выяснить, что он собирается слушать, как, зачем, и что хочет, какой характер излучания, в итоге получить. Эти разговоры обычно заканчивались ничем. Так вот, примерно такая же ситуация с выбором колонок. Если вы мечтаете приобрести какие-то колонки, особенно дорогие, собирайте на них деньги, советуйтесь, консультируйтесь. И когда вы их купите, больше удовольствия от любимой музыки, я не знаю, какая у вас любимая музыка, это вообще не имеет значения. Любая. Так вот, больше удовольствия не будет. Будет меньше раздражать, допустим, трещащая сегодняшняя ваша система, это правда. Или там бубнящая, или еще что-нибудь. Хотя много из этих проблем можно решить верной расстановкой в комнате. Об этом уже говорил во многих видео. Но кардинально ничего не изменится. Вы как любили, как понимали какую-то особенность этой музыки. Такое будете понимать. Ну, система будет дорогая, и амбиции будут, допустим, удовлетворены. Вторая теза о том, что по знакомству получается хуже и дороже. Ну, это чисто жизненный опыт мой. Поправьте меня, если я не прав. Но на моем опыте всегда было по знакомству, по рекомендации, сказанное шепотом, приводило к неоптимальной покупке, в частности, вот в нашем случае. Мы же не на дороге найдем эти колонки. Мы, видимо, говорим о том, что вам предстоит их купить. То ли в магазине, то ли онлайн, то ли вообще у знакомых, на БУ какой-нибудь, не знаю, все равно. Вот. Это довольно важно понимать. Вот первый и второй пункт, на мой взгляд. Что же касается самих акустических систем, то я бы выделил следующее. Колонки бывают разных типов и продаются даже разных категорий, продаются даже в разных отделах магазина. Вот смотрите. Есть автоаудио, продаются в магазинах автозвук. И они никак не пересекаются с колонками для домашнего использования. Есть колонки про аудио систем, которые нужны для озвучивания открытых площадок. И они тоже, вы не встретите их в свободной розничной продаже для нас с вами, покупателей и пользователей. Есть колонки мультимедиа, малтимидия, если кто-то очень там озабочен английским произношением. Это активные обычно колонки, небольшого размера, которые устанавливаются либо на рабочем столе, либо близне-го, для того, чтобы озвучить небольшое пространство вокруг там монитора, стола. Довольно громко они могут звучать. Например, те самые Edifier R2800. Я видел результаты измерения в приличной лаборатории. 100, по-моему, 1 дБ развивают до наступления искажения. Ну, это как бы немало, это хорошо. Это мало для, например, Hi-Fi, того, что люди называют Hi-Fi, для действительно реально высокого качества звучания. Но для ближнего поля это очень круто. Мониторы, в частности, студийные мониторы, которые, я утверждаю, не должны стоять дома, им там нечего делать. Это инструмент. Вот. Они развивают значительно больше. Ну, они, правда, не с метра обычно слушаются, а с двух там. Хотя от ближнего поля примерно вот именно так и стоят. И вообще, звукорежиссёрам есть такая шутка, что если не получается сделать хорошо, сделай громче. Громче всегда качество звучания нравится больше. Обычно уходят подгуживания, или они маскируются, другие какие-то прохающее эхо, которое есть в комнате, вот у меня здесь, кстати, в частности. Оно как бы тоже маскируется, вы понимаете, и громче получается лучше. Ну, и в конце концов, все динамики, запущенные на хороший крейсерский уровень громкости, отдают то, на что они реально способны. А начинают раскачиваться они с одного какого-то, с какого-то уровня сигнала, побольше, да? То есть, таким образом, покупая систему, необходимо учитывать уровень громкости, в котором она у вас будет работать. Если для тихого, блин, да что ж такое? Сори. Таким образом, покупая акустическую систему, необходимо спланировать, на какой уровень громкости вы рассчитываете. Если это для комфортного прослушивания за столом, за рабочим, это одно. И тут надо без фанатизма, как в кабинете у врача, соврать себе, а самому дороже получится. Или, если вы собираетесь делать это громкой музыкой дома, для танцев каких-то, или каких-то культурных мероприятий, это должна быть другая акустическая система. Уже, конечно, не мультимедиа, компонентное аудио. Или я вот привожу пример иногда в фильме «Брэкинг Бэд». Как там по-русски, блин? Во все тяжкие. Там, напомню, пожилой человек варит амфетамин с молодым наркоманом каким-то. Я не помню, как его звали. Но суть в том, что там показали, когда они получили первые большие деньги, что купил себе домой вот этот молодой человек. А у него компашки собирали, все такое. Он купил, друзья мои, профессиональную акустическую систему. Такую, как на улицах ставят. Ну, у него, по-моему, 2 или 4 саба и 2 или 4 топа. Но на 15-дюймовых динамиках, конечно, вот эта система закрыла вопрос для танцев, для любого времяпровождения с громкой музыкой у него в довольно большом доме, который он арендовал. Вот это вот корректный подход. То есть, в зависимости от того, что вам надо, такие колонки по громкости надо выбирать. Громкость это не мощность, мы об этом как-то говорили в видео, если интересно, найдете и посмотрите. Далее речь идет еще о диапазоне частот. Бывает такое, что люди говорят, купил колонки, грубо там, 2 по 100 ватт, а мои старые пластмассовые джениусы 2 по 6 ватт кричат громче. Не мудрено. Не мудрено, дорогие мои, потому что джениусы кричат в узком диапазоне частот. Если их навалить на тот диапазон частот, которые вот те 100 ваттные работают, они будут так же тихо звучать, уверяю вас. Ну, вот вспомните, например, если кто слышал, как звучит сигнализация сирена, электронная пьезосирена, пьезоизлучатель там стоит. Он нереально громко звучит, можно повредить слуховой аппарат себе, но на одной частоте она какой-то. Это вот высокодобротный излучатель, который пол ватта, по-моему, а убить может на самом деле. Поэтому надо понимать, что громкость вещь, вообще звук вещь векторная, она, ее нельзя просто сложить или перемножить. И относиться к нему надо, учитывая комплекс параметров, в частности. Если это речь идет о громкости, это мощность, чувствительность излучателей, фильтры, которые при этом применены, и частотный диапазон, в котором эти все предыдущие параметры объединяются. Что я так долго говорю? Самый идеальный вариант выбора акустической системы, это влюбиться в нее, прийти к кому-то в гости и сказать, да, вот это то, что я хотел. Потому что любые другие слова, аналитические обзоры, какой-то анализ, что-то считать, перезаписывать, к сожалению, может оказаться ошибочным, либо на это нужно потратить довольно много времени. Кстати, процесс-то обычно перманентный. Если вы любите музыку, вы будете заниматься этим все жив. Слушайте, перебором аппаратуры. Вот мне звонили, человек приходил, кое-что я ему померил, он ушел. Моих лет где-то, то есть вот он с детства вот этим вот занят, понимаете. Я давно уже остыл, а он, например, этим занимается. Очень хорошо. Это такое хобби себе неплохое. Вот. И вам, конечно, при приобретении техники нужно учитывать ее функциональные возможности. Если там вход такой, как вам нужен, если там какие-то дополнительные опции, которые вас могут заинтересовать, подключится ли это все к вашему источнику сигнала. Вот такая пространная лекция. Я не знаю, ответила ли она на какие-то вопросы. Но что-то, я надеюсь, осветил. Затем пока, друзья. Если надо, продолжим. Скажите, какую тему поднять. Пока.